МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Витаем вас в эфире Беларусь-3, калейдоскоп культурных новин. На календары 16-го кастричника и далее в программе мы расскажем про премьеру, якая хутка отбудется у Театры Мяггоркага. Паведамим про акуляры, у яких можно бачить субтитры, прананцуем наибольшь цікавые проекты Беларусь-3, а наприканцы доведаемся про новинные арт-проекты «Восинский салон». Завтра 17-го кастричника на сцене Минского театра студии киноактера пройдем музычный комедийный спектакль «Пегмалион». Это одна из лучших и наибольшь популярных пьес Бернарда Шоу, где автор трансформуе вядомы старожитно-грецкий миф про скульптора Пегмалиона, який створил статую чаровной Галатеи и силой своего кахання удыхнул холодный мармур житцем. Режиссер спектакля Александр Яфремов пропануе свою версию у дзнеслага и высокородного кахання, кахання аристократа и бедной дзявчины, якие сустрелись у Лондона не только тому, что на улице лил дождь. Но эта встреча стала самой главной подеей у их жизни. Что интересно, как происходит уже в этом году в культурном жизни страны, мы увидимся сейчас. Джаз-клуб Евгена Владимирова привозил до нас орлеанский джаз, филадельфийский, нью-йоркский, и ось пришла черга музыки с Канзас-Сити. Такие розные, один отказываясь за сумные песни блюза, а другие за динамичную игру на саксофоне, а ли разом на сцене у них отрымливается створать магию. С початку зала уважливо прислуховываются до кожной ноты, а потом колыхается вот такт знакомых стандартам. Легендарные Уилл Поллок и Эб Дэйвис. Когда-то один великий музыкант сказал так. Если популярная музыка, да, поп-музыка, это когда плохому человеку хорошо, то блюз это когда хорошему человеку грустно. Блюз это оттенок легкой грусти, но не от безысходности, а от удовольствия. Весь мир посмотрел в 90-е годы фильм «Братья Блюз». Эбуз Ферва и Минске по нашему приглашению живые легенды, музыканты, которые, кстати, при жизни включены в зал славы блюза США. Им аккомпанирует прекрасный бенд, и Минск услышит лучшую музыку из легендарного фильма «Братья Блюз». То есть это блюз, который идет от Рая Чарльза, от Биби Кинга. Самый источник блюза, ритм и блюза джаза. Гастроли «Зорок» расписываются на год наперед, и это концерт у Минска у музыкантов первый. Эбдэвис включены в зал славы блюза. Про их разом с полаком с дымалеки на стушке за 40 годов они выступили в 70 краинах света. Что надое силы на переезды фестивалей открывали и записи новых альбомов, ведомая джаз. Як за кулисами, так и своей творчастью, блюзмены кажуть про тое, что мы можем размовлять на демитрально супратлеглых мовах и не разуметь один одного. Але музыка усе выправить, бо е треба слухать тольки серцам. Завтра, 17-го Кастричника, у Великим Театры Оперы и Балета дают оперу «Вяселли Фигара». Либретта Лоренцо Дарпанте по сюжете другой части трилогии «Бомарше» «Варьяцкий день обоженец Ба Фигара» у русским перекладе Петра Ильича Чайковского. Один «Варьяцкий день» у доме графа и графини Альма Вива начинается с подрактовок для «Вяселли» «Покаилки Сюзанны» и «Камердынера Фигара». Одня весты головный герой пазнае, что граф задумал спакуси тее. У лютости он клянецца, знервовая задума юрлилца. Даречи, гэта премьерный показ на сцене Столичного театра оперы и балета дирижор Олег Лясун. У черговым выпуску программы «Камертон» разумова поедзе про саправданного человека-легенду. Миколай Чаргинец – белорусский письменник и политик, автор больше 30-ти литературных творов, сценарист, кандидат юридичных наук и академик. До того же, он завтра отзначает свой 80-годовый юбилей. Над чем зараз працует Миколай Чаргинец и какие маи планы на будущее, расскажет программа «Камертон», о которой можно будет поглядеть завтра в 10.55 на телеканале «Беларусь-3». Писать должен человек о том деле, что он знает. Тогда будет писать искренне и правдиво, и люди будут воспринимать. Международный музычный фестиваль «Золотый шлягер-2017» пройдет в Могилеве с 22 по 29 костричника. Все разнакомитые ретро-каналцы у программы фестивальных концертов заявлены Ирина Шведова, Юрий Лоза, Игорь Корнялюк, Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова, дуэт Бакара, Александр Малинин, и известные белорусские артисты. Валерой Дайнека, Ядвига Паплавская, Анастасия Тихановича, Скуия Балян, оркестр под херовницей Михаила Финберга, гурт Камераты и другие. А сейчас стоит узнать о том, что происходит за межами нашей страны. Например, в Британии распроцвали технологию, которая позволяет людям за стратой слуху комфортнее чувствовать себя в театре. Теперь им не нужно читать по вузах. В специальных окулярах они могут видеть субтитры. Новую технологию виртуального субтитрирования волонтеры выпробовывают у Национальным театры в Лондоне. Раней люди с порушениями слуху не завсюдой могли прочитать по вузах актеров, что ты и говоришь. Кали вынаходництва пройдя усе испыты, такие глядачы отрымают махчымасть лепш зразуметь то, что отбывается на сцене. Часто, кали на мне слыхавый аппарат, то перешкаджают фоновые гуки. У зале повинна быть полная тишиня, каб я нечто почула. Кали человек повод шаматить, то я не чую гуки на сцене. Убачить, как выглядят субтитры в окулярах виртуальной реальности можно только надевши их. На жаль, камера не может заснять текст. Однако, по воде описания удельников проекта, текст усплевает побачь с актером, який говорит. Спокой, что субтитры з'являются с некоторой затрымкой, а листворальники окуляров плануют удосконалить свое вынаходництво. Завтра у вечера у театра имя Максима Горка га ясче одна премьера сезона. Дают лиричную комедию по мотивах американского мюзикла «Яблочная леди» спектакль «Леди на день». Постановка, сценография, костюмы, музычное оформление режиссера театра и кино Дмитра Астрахана. Уличная гадлярка «Аниу» минулым багатая аристократка волей Лёса опынулась в одном из бедных кварталов Нью-Йорка. Смешная и крональная история про смеливость лёсу полная виртуозных интриг, спрытных розыгрыша в доброй иронии и эмоцных пачутцев никога не покиня бы Яковым. На гэтый раз у документальном цикле «Великые мастаки» будут представлены житёвы шляхы творчасть великого голландца Рембрандта. Яго творы адрознивая смелый реализм у адлюстраванні человека и яго життя. Творчасть живописца 9 шагатой тематычнага хопу, что на огулу за светлым мастарстве властива вельми редким мастакам. Документальный фильм «Великие мастаки» «Рембрандт» глядите завтра на «Беларусь 3» у 12.01.20 хвилин. Рембрандт родился в Лейдене, небольшом городе. Окружение его было скромным, хотя влиятельным, но никак не связанным с миром искусства. У всех жадающих гостина запрашая на свою экспозицию выстава под назвой «Витебск. Портрет на фоне часу», на якой представлена коля 200 фотографий, які адвістровують город переду другой половы 19-го, початку 21-го стагодзя. А так само колекция фотоаппаратов. Большость экспонатов с фонду музея, частка засобистых колекций витебских фотографов. Фотосдымки адвістровують змельливая архітектурная обличча города на протягу больше за 150 годов. Многие спомніка архітектуры уже не вернуть, і толькі старые фотографии дають смахчымасть узнавіць хоч виртуальна Витебск розных перейду. 19-го кастрышніка Театр юного глядача представляя спектакль паводдитвора Аркадзе Куляшова «Майго юнацтва крылы». Гэта усквалявана расповідь про чалавека, які ваупартам замаганні з ворожнамі абставінами застався непераможным духовно. Такім был керівник національного зваліншого руху 1863-го года Кастусь Каліновскі, якому паэт просвятів драматичну паэму «Хамуціус». Назвай твора зробіла Семянушка, яку і взяв себе Каліновскі, падкреслювши свою близкість до селян, якіх паны называли ханами. У спектаклі влучыць романс на верші Аркадзе Куляшова «Я пакідав маленства краю». Завтра канал Беларустры покаже боєвик «Майор Ветров», знятий по мотивах твору Миколая Чоргінца режиссёром Александром Францкєвич Лае. Перша частка має назву «Миротворец». Майор Роман Ветров, ветеран ауганської війни. Кадровий офицер спецназа спробує сорвати злочинний план міжнародной наркомафії. Глядіть першу частку фільма «Майор Ветров» завтра у 17 годин на «Беларусь-3». Здравия желаю, товарищ генерал. Здравия желаю. Что вам удалось узнать? Что развел семьи Бека делал рук некого Хакима. Хаким, Хаким. Если Хаким воскрес и объявился здесь, это все объясняет. А мне кажется, товарищ генерал, что Ветров просто сбежал от ответственности. Такие, как майор Ветров, не бегут от ответственности. Спектакль «Ночь перед калядами» по оповести Миколая Гоголя со сборника «Вечеры на хуторе для диканьки» можно поглядеть завтра у Гродзенским областным театру «Лялек». Постанука наполнена чаровными и мистичными падеями, украинскими обрадами и песнями, яркими характерами и мощными почутцями. Цуды у «Ночь перед калядами» отбываются з уссими персонажами, включаючи нечистую силу. Але самый головный цуд – сила таханья. У спектакля выкористовывается система планшетных «Лялек» – элементы тенявого театра. Музычное оформление спектакля побудовано на спрадвечно украинских фольклорных жанрах. Вадывиль «Бяда от далекатного сердца» легкий, близкучий музычный спектакль про сватовсту легкодумного сына богатого семейства. День пьесы отбываются в 19-м стагодзе, але интригующий сюжет притягиваю увагу и сёння. Становище у громадствы финансовый добробыт не могут стать меркой человеческого счастья. Угэтым – головная идея твора. Абчин докладний гэтая дзюна гистория, вы доведаетесь завтра, побывавши на спектакле драматычного театра беларускай армии. Твор погрузить вас в атмосферу 19-го стагодзе, в свет танцев, куплетов и романсов на музыку композитора Владимира Кондрусевича. Уникальный арт-проект «Восинский салон» по третий раз покажем в Минску объемную панораму творчества молодых беларуских мастаков. Масштабная экспозиция працюю в Палаце Мастастов до 6-го листопада. Подробязно праотя перешний салон и перспективах будущих пироможцев доведаемся у директора Палаца Александра Зинкевича. Здравствуйте, Александр! Третий осенний салон открылся в Минске. На ваш взгляд, стал ли он ближе за это время французскому аналогу проекта. По масштабам и по качеству представленных работ мне кажется, что он уже не уступает парижскому салону, но ему предстоит еще найти собственное лицо и третья попытка, мне кажется, даст ответы на многие вопросы по формату, по количеству участников. Но пока что, мне кажется, что это уже начинает становиться одним из самых значимых выставочных проектов в белорусской культурной жизни. 141 автор и 14 художественных галерей представлено в проекте в этом году. Все-таки, в чем разница между соревнованиями художников-одиночек и соперничеством галерей? Здесь в большей степени была задача услышать мнение не только экспертного сообщества, которое отбирало бы частные заявки, но и дать голос галереям, поскольку они очень значимы для рынка искусства организации, поэтому их позиция для нас тоже важна. Далее они будут конкурировать совершенно на равных, просто принципы отбора здесь несколько разные были. Кто определяет лидеров и какая награда ждет в финале победителя? Определяет победителя международные жюри, в него не входят представители Белоруссии, чтобы избежать упреков в ангажированности наших судей. Победитель в этом году получит годовую стипендию на реализацию творческих проектов. А в чем смысл возрастного ограничения участников? Изначально позиция организаторов конкурса была на поддержку молодых авторов, поскольку мнение определенное сложилось, что площадки для молодых авторов в определенном смысле закрыты. Но это очень хорошая практика. За три года мы накопили базу авторов порядка 800 человек, представителей белорусского искусства до 40 лет. И в рамках этого конкурса мне кажется, легче увидеть и перспективы поколенческие, кто будут люди, которые будут формировать белорусское искусство через 10-15 лет. На всех бы выставках рядом с картиной висела цена. Мне, например, это помогает оценить искусство. Эта практика указания цен мне кажется правильная, потому что мы прежде всего говорим о выставке-продаже. Мы пытаемся найти равновесную цену, спроса и предложения. Это одна из задач салона. Общая стоимость представленных экспонатов порядка 850 тысяч долларов. Не могу сказать, что будет куплена работа на 850 тысяч долларов, но для каждого потребительского бюджета есть работа от 50 до 33 тысяч долларов. В этом году у нас разброс цен. Стоимость определяет автор? Это хороший очень вопрос. На данном этапе стоимость определяет автор, но не исключено, что нам придется очень активно работать на предварительном этапе с определением цены, слыша голос покупателей и формировать изначально цены равновесные такие. Спасибо, Александр, и удачи осеннему салону. И это все, что мы поспели вам рассказать. Калейдоскоп новинкультуры можно поглядеть не только у эфиры, а и на YouTube-канале Беларусь Кры в интернете. Познавайте больше разом с нами, поддерживайте культуру и заставайтесь на телеканале Беларусь Кры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова